Слово предоставляется его превосходительству господину Геннадию Гатилову, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации. Благодарю вас, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги. Сегодня, когда в мире насчитывается более 65 миллионов вынужденных мигрантов, тема пленарного заседания представляется как нельзя актуальной. Мы разделяем общую точку зрения о том, что самый надежный способ успешного решения проблем беженцев – это ликвидация самих причин, вынуждающих людей покидать свою родину. Исходим из того, что для успешного реагирования на современные миграционные вызовы требуется прежде всего политическое предотвращение и урегулирование конфликтов, координация усилий мирового сообщества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других областях, обеспечение безопасности и прав человека, налаживание взаимосвязи между гуманитарной помощью и содействием развитием. Следует исключить внешнее вмешательство во внутренние дела других государств. Мы считаем, что нынешняя сложная миграционная ситуация в Европе является следствием безответственного вмешательства во внутренние дела суверенных государств Ближнего Востока и Северной Африки в целях их дестабилизации и насильственной смены неугодных правительств. Это привело к коллапсу государственности, к гуманитарным катастрофам, гражданским войнам и подъему терроризма, сделав проживание там невыносимым в связи с угрозой жизни и соблюдением основополагающих прав и свобод человека и вызвав таким образом массовые потоки беженцев и мигрантов из указанного региона. Полагаем, что государства, активно участвовавшие в таком вмешательстве, должны нести первоочередную и наибольшую ответственность за оказание помощи жертвам, беженцам и вынужденным мигрантам. Убеждены, решение миграционных проблем в Европе лежит в плоскости политического урегулирования в государствах исхода мигрантов, а также содействия им в социально-экономическом развитии и государственном строительстве. Миллионам людей и целым народам нужны мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Залогом этого могут стать гражданское примирение в Сирии, Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки и борьба с терроризмом в регионе. В этой связи рассматриваем продвижение концепции разделения ответственности как попытку переложить бремя ответственности на чужие плечи. Настаиваем на контрпродуктивности такого рода заходов. При этом подчеркиваем, что Российская Федерация поддерживает международный режим защиты беженцев, в основе которого лежат Конвенции о статусе беженцев 1951 года и протокол к ней 1967 года. Наша страна оказывает политическую донорскую поддержку управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, предоставляет значительные объемы гуманитарной помощи государствам исхода беженцев, а также обеспечивает приемы обустройства беженцев на своей территории, в том числе более миллиона вынужденных мигрантов из Украины. Необходимо сделать все для того, чтобы исключить возможность проникновения в страны приемы беженцев иностранных террористов вместе с теми, кто действительно нуждается в помощи. Недопустимо, чтобы беженцы становились объектом политического манипулирования со стороны сил, разжигающих этническую, религиозную и социальную ненависть, и тем более, чтобы лагеря беженцев использовались для вербовки и военной подготовки боевиков. Исходим из того, что подходы к преодолению миграционных проблем, включая вопросы обеспечения защиты прав беженцев, не могут противоречить базовым принципам гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости, а также нарушать суверенитет и территориальную целостность государств. И еще одно замечание, господин председатель, мы выслушали прозвучавшие в этом зале выступления представителей делегации Грузии, а в соседнем зале представители Украины, и считаем, что в их выступлениях прозвучали необоснованные набатки в адрес России. Скажу лишь одно, с учетом ограниченности времени, что цель таких выступлений очевидна – переложить на чужие плечи груз ответственности за сложившуюся ситуацию, оправдать преступную политику, вынудившую тысячи людей бросать места проживания, а также свое нежелание предпринимать реальные шаги по исправлению положения. Благодарю вас. Спасибо.